Ноябрьская 24 продолжает свою работу и прямо сейчас о главных темах понедельника. Расслабляться рано. На Ямале продлили режим повышенной готовности. В ноябрьске выявили новых больных с коронавирусом. За последние сутки, по данным регионального оперштаба, диагноз подтвердили еще у двух жителей. Таким образом, общее число заболевших в городе 40 человек. 11 из них уже здоровы. Всего на Ямале за день 39 новых случаев. Еще один пациент с COVID-19 скончался. Это мужчина из Новоринго. Ему был 51 год. Поступил в больницу в очень тяжелом состоянии, с вне больничной пневмонией. Коронавирус тоже подтвердили сразу. Кроме того, другие хронические заболевания сказались на течении болезни. В ноябрьске один случай у контактного с ранее заболевшим. Второй – завозной из другого региона. Прирост новых случаев коронавирусной инфекции в населенных пунктах Ямала сегодня снизился. Заболевание подтвердилось у жителей Губкинского. У троих выявили при обращении за медпомощью. Один из числа контактных. И еще один был обследован работодателем перед заездом на вахту. Все пятеро жителей проходят лечение в ноябрьске в условиях стационара. На Ямале, введенные из-за коронавируса ограничения, продлили еще на две недели. Об этом в своем обращении к жителям региона сообщил Дмитрий Артюхов. Губернатор подчеркнул, что на сегодня ситуация сложнее всего обстоит в Новом Оренгое, а потому окружным правительствам решено ужесточить режим контроля за тестированием вахтовиков. У всех прибывающих в город и микрорайон Карачаева должно быть подтверждение отрицательного результата, причем анализы необходимо сдать не позднее, чем за пять дней до прибытия в город. У нас впереди лето, летний сезон, и мы, получив информацию от компании, какое количество строителей будет пребывать в ближайшие недели июня, понимаем, что это большое количество. И, к сожалению, дисциплина уже на уровне субподрядных организаций не такая высокая, и мы серьезно опасаемся того, что с началом большого строительного сезона к нам может прийти новая волна больных коронавирусов, людей, приехавших на заработки на Ямал с разных регионов нашей страны. В связи с этим мы договорились с 1 июня, с понедельника, ужесточить режим проверки наличия отрицательного теста всех прибывающих работников, вахтовых работников в аэропорт Нового Оренгоя и на вокзал Нового Оренгоя-Карачаева. В ноябрьской скорой двое заболевших коронавирусом тесты дали положительный результат в разное время. Оба сотрудника сейчас проходят специальное лечение. Задача тех, кто остался в строю, не просто помочь жителям, но и обезопасить от нового вируса себя. Тестирование на COVID-19 каждый день выявляет новые случаи заболевания на Ямале. Медики скорой в зоне особого риска, а потому их тестируют каждую неделю. Первый положительный результат у сотрудников ноябрьской скорой появился в середине апреля. Второй чуть позже. Ну, а кроме того, часть сотрудников уже это личная инициатива. Компания «Инвитро» уже проводит забор крови. Это на обследование иммунного статуса. Ну, некоторые сотрудники уже прошли. Каждый день на станции скорой раздаётся больше сотни звонков. Просит о помощи те, у кого признаки ОРВИ, люди с отравлениями, травмами и ожогами. С марта к списку пациентов добавилась особая категория. Те, у кого есть подозрения или уже подтверждён ковид. Основной защитой для врачей стала спецодежда. Полный набор от перчаток и масок до специального комбинезона. В отличие от медиков, что дежурят в так называемых красных зонах, где находятся заболевшие COVID-19, у бригад скорой требования к ношению спецодежды иные. Там, где находятся ковидные пациенты с подтверждённым диагнозом, да, врач, медсестра полностью экипируется в защитную одежду, и всю смену он находится. В респираторе, в комбинезоне, в очках и так далее. У нас правило другое. Один пациент, один комплект защитной одежды. Снимать и утилизировать такие костюмы медики должны по особому алгоритму. Последовательность тут имеет значение. Живучесть вируса высокая, значит, и соприкасаться с поверхностями костюма нужно как можно меньше. Обработать перчатки дезинфицирующим раствором. В идеале резервуар должен быть бесконтактным. Вытереть руки бумажными полотенцами. Утилизировать их в бак для отходов класса Б. Паники в ноябрьской скорой нет. Работы, говорят медики, хватает. Времени на раздумья просто нет. Не стоит паниковать и жителям города. Безопасность пациентов для экстренной службы в приоритете. В ноябрьске для 650-11 классников прозвенел последний звонок. В этом году торжество прошло по-особому. Из-за пандемии коронавируса последний звонок 30 мая отметили в сети. Учебные заведения города организовали онлайн-трансляции. Так, трогательные видеопоздравления выпускникам подготовили учителя седьмой школы. Мы расстаемся с вами, дорогие дети, выпуска 20-20. Но почему нам особенно грустно? Потому что мы не виделись с вами очень давно. И соскучились по вашим вопросам, по вашей спешке на урок, когда вы опаздываете и бежите из столовой или заспанная из дома. Также в ноябрьске специально для прощальных мероприятий создали инстаграм-аккаунт, куда выпускники, учителя и родители выкладывали свои фото и видео. Поздравления с окончанием школы теперь уже бывшие 11-классники принимали во всех городах и селах Ямала. Уважаемые ребята, я вам желаю удачи на едином государственном экзамене. Вам, уважаемые родители наших выпускников, желаю терпения и сил. Завершают школу ваши дети, и вы меняете свой статус. Вы становитесь папами и мамами студентов. А в студенческой жизни появляются новые задачи, новые проблемы. Я желаю успеха в их решении. Обязательных экзаменов нет, аттестаты выдадут, исходя из оценок успеваемости. Из-за пандемии в этом году в России существенно изменилась процедура сдачи ЕГЭ. На госэкзамены пойдут только те, кто планирует поступать в ВУЗы. И вся подготовка проходит дистанционно у компьютеров и планшетов. Ребята, сегодня мы с вами будем продолжать подготовку к единому государственному экзамену по русскому языку. И сегодня будем отрабатывать с вами 20-е задание. Уроки в Zoom, задания в виде презентации, ответы в чате, а главное замечание – не выключать камеру и микрофон. Уже два месяца преподавательским классом Натальей Ивановской стала ее комната. Говорит, к новым условиям работы адаптировалась не сразу. Пришлось обучаться, естественно, тоже онлайн. Когда я первые уроки онлайн вела, вы знаете, я когда принимала детей первый раз, они все в зале ожидания собрались. Я их принимала, детей, и я прям представляла, что я стою в дверях школьного кабинета, и они проходят, и все здороваются. Вот они мне точно так же говорили – доброе утро, Наталья Ивановна. И знаете, я прям вот картинку себе представляла, мне настолько комфортно стало. Думаю, ну ничего страшного, это временные трудности. Единый госэкзамен по русскому станет самым массовым испытанием для нынешних выпускников. Этот экзамен нужен для поступления практически во все ВУЗы. Сроки перенесли более чем на месяц, на 6 и 7 июля. Сейчас преподаватели по всему городу продолжают занятия с одиннадцатиклассниками. Главная цель – использовать это дополнительное время для улучшения результатов. Больше всего я боюсь того, что сильные дети уже могут перегореть. Вот те, которые уже сейчас готовы выходить и сдавать очень качественно единый госэкзамен, они могут просто уже психологически, знаете, перетрудиться, что называется, выгорание, может у них произойти. Ну, а в принципе, я во всем склонна видеть плюсы. У нас появилось дополнительное время. Сегодня я предлагаю вам закончить повторение применения производной для исследования функций. А вот изучать математику и готовиться к экзаменам по этой дисциплине продолжают лишь те, кто решил связать свою жизнь с точными науками. И здесь уроков в виде онлайн-конференции недостаточно. Важен сам процесс решения задач. Поэтому подготовка идет почти в круглосуточном режиме, рассказывает педагог 6-й школы Светлана Запивахина. Когда ты с ними работаешь очно, ты тут сразу, мы ликвидируем все пробелы сразу на месте. А тут у нас получается временной промежуток. Он решил, мне отправил, я написала, ему отправила. Прошел день. С этой же проблемой столкнулся и преподаватель физики Андрей Анисимов. Процесса решения задач в приложении Zoom не видно. Скорость интернета подводит, сервера перегружены. Посоветовался с коллегами из других городов и поменял формат занятий. Теперь консультации по подготовке к ЕГЭ Андрей Леонидович ведет в прямом эфире Инстаграм. А задачи с учениками решает на специальной интерактивной доске. Я до этого в прямые эфиры никогда не выходил. А тут мало того надо выйти, еще и надо материал объяснять, урок вести. Так-то, когда живых людей перед глазами видишь, ну, это одна ситуация. А тут в Инстаграме, там, может, кто угодно зайти. Ко мне частенько заходили прямо с департамента образования, там, директора других школ смотрели, что происходит. А чтобы занятия из дома были максимально продуктивными, пришлось оборудовать кабинет в бывшей гардеробной жены. Теперь папа двоих маленьких детей уходит на работу в небольшое помещение площадью 3 квадратных метра. Мы буквально за выходные расчистили гардеробную, перенесли вещи по другим местам, и я туда перенес стол, поставил компьютер, протянул провод, ну и, в принципе, все. Учителя разных предметов и разных возрастов сходятся во мнении, что им переход на дистанционный формат подготовки дался труднее, чем ученикам. Молодое поколение лучше разбирается в компьютерах, гаджетах и приложениях. Самим же выпускникам не хватает личного общения и контроля со стороны преподавателей. К внезапной самостоятельности оказались готовы далеко не все. Преподаватель тебя видит вблизи прямо, если что может сказать, работай. Тут у нас все-таки экран все далеко друг от друга, и как-то не такой контроль. Именно отсутствие вот этого контроля, который они получали в школе от преподавателей, от администрации, сказывается. Тут это перешло на плечи родителей. Насколько плодотворной стала эта учеба онлайн, покажут результат ЕГЭ. Преподаватели уверены, новый формат не повлечет за собой ухудшение результатов. Но и учителя, и ученики говорят, предпочли бы вернуться к учебе за школьные парты. Правда, у 11-ти классников такой возможности уже не будет. Евгения Демина, Сергей Павлов, Александр Иванов. Ноябрьск, 24. Стартовала регистрация на всероссийский конкурс «Большая перемена» для школьников 8-10 классов. Она продлится до 23 июня. Участники пройдут тестирование на эрудицию, профориентацию, интеллект, получат доступ к образовательным программам и рекомендации ведущих экспертов. Победители 10-10 классов получат по миллиону рублей на оплату обучения в УЗИ. Если ученик поступит на бюджет, деньги можно будет потратить на другие цели. Можно получить и до 5 баллов к портфолио для поступления. Победители 8-9 классов получат по 200 тысяч рублей на доп. образование и саморазвитие. Всем финалистам подарят путевки в Артек, ведущий образовательный центр страны. В колледже профессиональных информационных технологий началась приемная кампания. Документы от абитуриентов принимают дистанционно. На портале колледжа создан специальный раздел «Приемная кампания 2020-21», где размещена вся информация о поступлении. В этом году учреждение ведет набор 9 групп для выпускников 9 классов. Среди них повар-кондитер, электромонтер, автомеханик, сестринское дело, документоведение, дошкольное образование и другие. Для выпускников 11 классов набор идет по двум специальностям – сестринское дело и информационные системы и программирование. Как и в предыдущие годы, главным условием для зачисления является средний балл аттестата. Чем он выше, тем больше шансов поступить на бюджет. Сестринское дело – это однозначный лидер наших рейтингов. Минимальный балл аттестата зачисленного студента в прошлом году – 4,0. То есть это аттестат, в котором нет ни одной тройки. В ноябрьске увеличилось количество дежурных групп для детсадовцев. Еще две открылись на базе детского сада «Синеглазка». Детей сюда принимают на основании заявлений родителей и ходатайства от работодателей о необходимости предоставить место. В каждую группу наберут не больше 12 человек. Таким образом, в ноябрьске дежурные группы организованы в 9 детских садах. В дежурном детском саду не должно быть больше двух групп малой наполняемостью. Соответственно, мы не можем нарушать это требование Роспотребнадзора. И открываются дополнительные детские сады. Количество групп в открывшихся садах не увеличивается. Стали известны подробности аварии, в которой пострадал 6-летний ребенок. ДТП произошло в субботу 30 мая во дворе 106-го дома по Советской. Ребенок на велосипеде неожиданно выскочил из-за припаркованных автомобилей прямо под колеса отечественного ваза, который ехал по двору. В результате мальчику потребовалась помощь медиков скорой. Ребенок лежал на улице, при приезде был осмотрен, то есть делал обезболивание, иммобилизация конечностей и потихонечку на носилочку доставлен в приемное отделение центральной больницы городской. Состояние тоже средней степени? Средней степени тяжести, да. Так у него был закрытый перелом со смещением правой голени, предварительно был наезд легкого автомобиля колесом, то есть переехала нижнюю конечность. Ноябрьская прокуратура помогла инвалиду получить компенсацию. Местная жительница обратилась за помощью и рассказала, что ей отказались возвращать положенные по закону деньги, потраченные на реабилитацию. Женщина-инвалид второй группы, она купила за свой счет необходимые для жизни средства реабилитации, после чего обратилась за компенсацией в окружное отделение соцстрахования. Однако там ее заявление проигнорировали. Вмешалась прокуратура. После обращения заявителя в суд с требованием признать действия сотрудников соцстрахования незаконными, последние, не дожидаясь вердикта, перечислили необходимые средства. Процедуру банкротства некогда престижного гаражного кооператива «Тепловик» продлили. Такое решение принято на очередном заседании арбитражного суда. Дело о несостоятельности «Тепловика» рассматривают в Салихарде уже больше двух лет. Причина – задолженность за тепло. Она превысила 4 миллиона рублей. И пока, по данным специалистов ЕРИЦ, погашать долги «Тепловик» не начинал. Проблемами гаражного кооператива сейчас занимается конкурсный управляющий. В частности, он проводит инвентаризацию имущества, которое можно продать и тем самым погасить задолженность. Следующее заседание по «Тепловику» назначено на сентябрь этого года. В субботу житель одного из домов Подзержинского, как говорится, нагнал жуть и страха на жильцов всего подъезда. Журналистам «Ноябрьск-24» стало известно, что мужчина активно оказывал сопротивление полицейским. Он кричал и буянил, пытался вырваться. Оказывается, что стражи порядка приехали по просьбе медиков. На вызове врачи скорой столкнулись с агрессией со стороны пациента и вызвали полицию. В городском отделе МВД сообщили, что горожанин был пьян. Шестеро ямальцев получили вознаграждение за помощь полиции. В регионе действует система поощрений для тех, кто сообщает стражам порядка о готовящихся к преступлениях, их участниках или другую важную информацию. Вознаграждение за достоверные сведения составляет 4000 рублей. Причем решение о примировании информаторов принимает руководство окружного управления МВД. Шесть человек уже принесли пользу полицейским. По словам стражей порядка, сообщить можно о преступлениях любой направленности. Так, к примеру, один из информаторов получил деньги за то, что сообщил о торговле алкоголем без лицензии. Продолжение следует... На Ямале завершилась работа по изготовлению бюллетеней для общероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию. Заказ выполнила типография в Салихарде. Всего напечатано 334 515 экземпляров. Бюллетени были переданы региональному избиркому для отправки в населенные пункты региона. Представители комиссии Салихарда, Лабытнанги и Приуральского района самостоятельно забрали бланки из типографии и подписали акты об их передаче. Но на остальные территории бюллетени доставят сотрудники управления специальной связи по Тюменской области. И параллельно в округе формируется корпус общественных наблюдателей. Эти люди будут следить за ходом голосования по поправкам в Конституцию. На каждые из 208 избирательных участков придется примерно по 5-7 наблюдателей. Таким образом, необходимо набрать примерно 1000 добровольцев. Между тем, желающих уже больше. На данный момент документы на участие в общественном наблюдении подали уже более 1600 кандидатов из городов и районов округа. Как только команда будет собрана, все участники пройдут онлайн-обучение. Напомню, само голосование по поправкам в Конституцию должно было пройти еще в апреле, но его перенесли из-за пандемии. Новые возможные даты называют начало июля, но эта информация пока не подтверждена. Из-за пандемии театральный сезон в Ноябрьске завершился досрочно. Об этом рассказал художественный руководитель городского театра Анатолий Лобанов. Сейчас многим актерам пришлось скорректировать график отпусков, чтобы подготовиться к новому сезону. Премьеры начнутся уже в сентябре, первая из них 6-го числа. Этот спектакль – очень простая история. Дальше мы планируем 11 сентября сыграть вторую премьеру и 14 сентября сыграть третью премьеру. А 16 сентября отправиться с двумя спектаклями на гастроли. Это большие гастроли, мы первый раз едем на такие большие гастроли. Мы обычно ездили в 2-3 города. Здесь же у нас гастроли будут, если я не ошибаюсь, в 2-3 заезда. Потому что мы будем ездить по разным даже местам, куда очень трудно добраться. Жительница Ноябрьска стала победителем регионального этапа конкурса «Русские рифмы». Это литературная премия для молодых поэтов, прозаиков и драматургов тех, кому от 18 до 35 лет. Победа во всероссийском этапе конкурса дает возможность начинающим авторам опубликовать свое произведение. Прием заявок на федеральный отборочный тур начнется через 24 дня. «Ямал» на конкурсе представит Екатерина Гладких со своим стихотворением «Весь день поливает дождь». Прости. Слова мои в голову ты не бери. Живи, смейся, радуйся, другую люби. Только живи. Но никогда ко мне больше не приходи. Сегодня в России отмечают День защиты детей. Из-за пандемии очные мероприятия не проводятся, но для школьников и студентов все же подготовили подарок виртуальный. Местные дизайнеры разработали для мессенджеров стикеры с ямальским колоритом. Их главный герой – белый медвежонок. Его образ уже стал узнаваемым. Белый медвежонок украшает коробки с продуктовыми наборами для школьников и дошкольников, а также подарки для новорожденных Ямала. В первый день лета на Ямале выпал снег. Кадрами поделилась жительница Салихарда в одном из городских пабликов ВКонтакте. Видео снято из окна квартиры. Видно, как на улице идет дождь в перемешку со снегом. Кадры со снегом появились и в Инстаграме. Кто-то из пользователей удивился происходящему. Другие же подписчики отметили, что на севере снег 1 июня – не редкость. Однако долго лежать ему вряд ли придется. Уже к концу недели на Ямал снова придет потепление, обещают синоптики. Жители Ноябрьска просят высказать свое мнение, кого бы из профессиональных артистов российской эстрады они хотели видеть на праздновании Дня города. В этом году Ноябрьск отмечает свое 45-летие. На выбор предложено три варианта. Сергей Лазарев, он, кстати, уже выступал на Дне города в 2012 году. А также группа Арктика-Асти и группа Нэнси. На данный момент больше всего голосов у группы Арктика-Асти. Однако у жителей еще есть время проголосовать за любого артиста. Опрос будет идти на портале «Живем на севере» до 7 июня. Еще больше новостей на сайте ноябрьск24.ру и в официальных группах телеканала в социальных сетях.